Внесен законопроект, в котором предлагается увольнять судей за отмененные приговоры. Автор проекта сенатор Сергей Калашников. Идея такова. Судью нужно лишать полномочий, если его приговоры трижды отменял высшестоящая инстанция. Настоящей сенсацией завершился процесс над жительницей Брянска Олесей Сиваковой. Следствие подозревало девушку в совершении смертельной аварии. Летом 2014 машина, в которой находились Олесь и ее жених Сергей Дзюба, врезалась в остановку общественного транспорта. Погибли два человека. Сначала молодой человек утверждал, что это он управлял иномаркой, а потом переложил вину на свою возлюбленную. Его слова убедили суд. Олесю приговорили к шести годам колонии. И вот спустя почти год в том же суде Олесе выносят оправдательный приговор. Установлено, что биологические следы слюна и кровь на подушке безопасности переднего левого сидения произошли от Зюба. По экспертным оценкам, таким исходом в российских судах заканчивается около процента дел. А тут еще речь идет о пересмотре уже вынесенного решения. А это означает, что произошла ошибка. Мы не должны идеализировать нашу судебную систему. Не всегда хватает опыта, квалификации. Пересмотры приговора для служителей Фемида – это своего рода ЧП. Но за принятое решение, даже если они окажутся несправедливыми, судья ничем сегодня не рискует. Если ошибка произошла из-за неверной оценки доказательств или неправильного применения правовых норм, судью исправят, но не накажут. Примерно в год сейчас 180-200 судей предстают перед квалификационными коллегиями за проступки. Из них примерно 20 теряют свои должности. Раньше было больше. И остальные подвергаются предупреждению и замечанию. То есть судья может ошибиться, ему за это ничего не будет. С одной стороны, они тоже люди, но с другой, за каждым их решением стоит чья-то судьба. Например, сложно понять, чем руководствовался судья Катайского района, когда приговорил жительницу Екатеринбурга Евгению Чудновец к шести месяцам колонии. Девушку осудили за репост в интернете. Она поделилась этим видеороликом просто с целью разобраться вообще, что происходит. Благодаря общественной шумихе появилась надежда, что приговор, мягко говоря, весьма спорный, все-таки пересмотрят. Тут и возникает вопрос, а может и в самом деле судьи не должны ощущать свою безнаказанность. И неважно, идет речь об обвинительном или оправдательном приговоре. Ошибся несколько раз, все, уволен. Дело ведь не в том, чтобы судья был обязательно наказан. Дело в том, чтобы решение неправовое не устояло. И значит, надо работать над совершенствованием апелляции и касации. Тогда он просто будет звонить в вышестоящую станцию, апелляционную, касационную, надзорную и сверять текст переговора со своими коллегами, кто будет это решение пересматривать. Эксперты отмечают, такой подход противоречит главному принципу судебной системы – принимать решение по внутреннему убеждению. Но, как показывает практика, и оно бывает ошибочным, а справедливости можно потом добиваться годами. По данным Сергея Пашина, ежегодно на суде поступают 36-37 тысяч жалоб, а наказывают единицы, во многом благодаря именно неприкосновенному статусу. В такой ситуации ожидать бурного роста профессионализма людей в черном никак не приходится. Продолжим тему с инициатором проекта поправок в закон о статусе судей, членом Совета Федерации Сергеем Калашниковым. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот здесь вот на вашем месте представители судей находились, сидели, рассказывали о том, что в своем сообществе закрытом они выносят вердикты, решают, кто прав, кто виноват из их сообщества, и таким образом исключают, наказывают. Очевидно, что это не работает. Есть корпорации, определенное судейское сообщество, где тоже люди, человеки, которые решают квалификационные комиссии судью своих товарищей. Ну понятно, что всегда можно найти оправдательные условия, можно всегда сказать, что ну он исправится. Ничего против этого сказать нельзя, пусть судебное сообщество всем этим занимается, но нужно ввести какие-то объективные критерии. Если вышестоящий суд отменяет трижды решение ниже стоящего судьи, то этого уже достаточно, чтобы сказать, что это не единичная ошибка, а что это система в деятельности данного судей. А такая практика бывает, что три раза подряд вышестоящий суд... Нет, практика-то бывает, всякие случаи бывают, но по крайней мере появится объективный критерий. А в этих случаях сейчас судью просто штрафуют или что? Собирается квалификационная комиссия и обсуждают, что Мария Ивановна, конечно, пятый раз ошиблась и, мягко говоря, странный приговор внесла. Давайте понадобиться, что шестого не будет. Но Мария Ивановна до пенсии год еще, ну что мы будем ее выгонять? А то, что судьбы решаются ничего? Для судей, которые в день рассматривают 4-5 дел, это все-таки превращается просто в работу. Сергей Вячеславович, ну давайте, а вот этим законопроектом, скажем, еще Б и В, потому что помимо судей есть еще следователи, есть еще прокуроры, которые предлагают какой-то вердикт. И судья принимает этот вердикт, и часто принимает его вообще, как мы понимаем, без изменений. По смыслу судебной системы суд ведет собственное расследование на базе тех материалов, которые мы предоставили правоохранительные органы. Он неоднозначно принимает на веру обвинительные заключения и так далее. То есть, поэтому мы и доверяем суду. А если вышестоящий на основе тех же материалов вдруг принимает решение, что судья оказался неправ, это означает, что суд первой инстанции, ну в данном случае, он просто не провел то, что он должен был провести соответствующее судебное расследование. Ну, наверное, мы не будем его держать. А наказание должны внести только судьи или также и прокуроры, и следователи, которые, собственно, выстроили все это дело? В данном случае мы говорим только о совершенствовании судебной системы. Ну, просто обсуждая все это, вот мы в сюжете тоже слышали о том, что по статистике, по уголовным делам оправдывают меньше одного процента подсудимых. А у нас же обвинительный уклон со времен Советского Союза. Вы знаете, у меня же подготовлен целый пакет судебных законов. Это первый, как говорится. Вот один из следующих, который я, наверное, внесу на следующей неделе, заключается в том, что нужно отменить систему давления на судей в виде такой странной организации, как председатели судов. Второй вопрос. Наверное, нужно апелляционные суды делать совершенно отдельными. Менять статистику. Не количество обвинений, сколько вынес судья, а, например, для апелляционных судов это должно быть, а сколько оправдательных приговоров вынес апелляционный суд. Не без проблем в этой сфере у нас в России. На ваш взгляд, просто законопроект поможет расставить все точки над... Я думаю, что это первый шаг в введении объективного критерия для того, чтобы повысить личную ответственность судей за принятие неправосудных решений. Ну, главное, чтобы законопроект стал законом. Я думаю, что логика жизни заставит его принять.